Сегодня пятница, а завтра выходной. Приедешь в гости ты, чтоб и выпить со мной. Дима, там рецепт новый вышел. Пошли готовить. Через три часа приедут мои друзья. Сегодня мы решили попить немножечко пенного и к этому пенному мы решили приготовить сет. Сет закусок. Что будет входить в этот сет? Свиные ребрышки, запеченная корюшка, кольца кальмара обжаренные с розмарином и греночки с чесночком. Давайте приступим. Так как ребрышки будут готовиться дольше всего, поэтому начнем мы именно с них. Для начала мы берем фольгу, кладем фольгу именно блестящей стороной вверх, так как во время термообработки вот эта сторона матовая, она может начать отслаиваться и прилипать к продукту. Поэтому кладем всегда блестящей стороной вверх. Кладем наши ребрышки, солим, перчим со второй стороны. Забыли снять пленочку. Все очень легко снимается, главное подцепить с одной стороны. Вот теперь солим, перчим и закатываем в два слоя фольги. Теперь все то же самое делаем со второй партии. Ребрышки мы подготовили и теперь убираем их в духовой шкаф, разогретый заранее до 190 градусов при верхнем и нижнем нагреве на час. Ждем, пока наши ребра запекаются, мы подмаринуем немножечко кальмары. Для этого возьмем емкость, возьмем наши кальмары чищенной тушки уже и нарезаем их колечками. Верхушки у нас плоские, поэтому просто нарежем их на пластинки. Кальмаром мы берем розмаринчика, буквально пару веточек, снимаем листочки и меленько их шинкуем. Поперчим и добавим немножко растительного масла. Отставляем наши кальмары в сторону и даем им буквально 10 минут, чтобы они впитали в себя все эти прекрасные ароматы. Ребрышки у нас запекаются, кальмары маринуются. Давайте перейдем сейчас к приготовлению корюшки. И для запекания нам необходимо ее подготовить. Для этого нам понадобится мука, соль, перец, некая емкость, в которой мы будем ее запекать, ну естественно сама корюшка. Посолили, поперчили, в муке обваляли и складываем в емкость. Корюшка у нас не потрошенная. Корюшку мы подготовили, посолили, поперчили, в муке обваляли. Теперь добавим сюда немножечко чесночка и сливочного масла. Трех зубчиков нам вполне достаточно. Корюшку мы будем отправлять запекаться к ребрам и для того, чтобы она не впитала лишних ароматов, мы ее накроем фольгой. Блестящий в ней. А пока у нас все запекается, давайте приготовим гренки с чесноком. Ничего сильно заумного в этом блюде нет, мы просто наливаем в сковородку масло, добавляем чуть-чуть сливочного и обжариваем хлеб со всех сторон. И чуть-чуть растительного, чтобы не горело. Для того, чтобы наше блюдо гренки было окончательно готово, нам осталось только лишь натереть их чесноком и посыпать солью, чем мы сейчас и займемся. Берем обычную чесночину и хорошенечко натираем их со всех сторон. Ну а чтобы было совсем вкусно, к нашему сету мы решили приготовить три соуса. Сырный, сливочно-чесночный и тартар. И как настоящие дилетанты, майонез для тартара мы решили приготовить домашний. Давайте с него и начнем. Для приготовления домашнего майонеза нам понадобится желткий яиц, горчица, растительное масло и погружной блендер. Берем глубокий стакан, берем три яйца и отделяем белок от желтка. Посолим. Полтинчик масла, чуть поменьше. Неполную чайную ложку горчицы. И теперь пробьем все это. Жидковато. Добавим целое яйцо еще. Что у нас пока получается жидковато, дольем еще немножечко масла. Ну еще полтинничек, в общем. Что-то не хватает. Давайте-ка добавим даже, наверное, не лимон, а немножечко сок лайма. Сделаем его немного пряным. Прям буквально четвертинку. О, другой разговор. Для тартара давайте бросим небольшой, прям вот, ну прям вот такой зубчик чеснока. Его много там быть не должно. Но и лишним он там не будет. Пока оставляем. Также для соуса тартар нам понадобится корнишоный. В моем случае я буду добавлять маринованные огурцы и любая зелень, какая вам больше нравится. Укроп, петрушка, что хотите. Я буду добавлять немного укропа. Беру два небольших огурчика. Если огурцы немного водянистые, то серединку можно соскрести ложечкой, чтобы он не разбавлял наш соус. И режем мелким-мелким кубиком. Я думаю, что полутора огурцов нам вполне достаточно. Судя по времени, наша корюшка уже готова. Давайте мы ее проверим, чтобы она у нас не переготовилась. Да, она уже готова. Прошло 20 минут. Давайте мы ее пока оставим здесь. Потому что все, что нам осталось, это сделать золотистую корочку на ней. А пока продолжим делать соус тарта. Огурчики мы порезали. Огурчики добавляем сюда в майонез наш. Берем небольшое количество листьев укропа, стеблей. Снимаем, в общем, только тонкие веточки. Этого количества будет достаточно. Меленько режем. Теперь все это перемешиваем и даем настояться. На самом деле соус тартар вы можете сделать из обычного покупного магазина. Просто мы решили провести своего рода эксперимент, насколько вкусно это получится. Ну, пока пускай он настаивается. Пробы снимем позже, когда будем дегустировать все вместе с приготовленными нами блюдами. А пока давайте займемся другим соусом, сливочно-чесночным. Для этого нам понадобится майонез, сметана, чеснок и укроп. Здесь уже у укропа нам нужно больше. Берем некую емкость. Также снимаем все листочки тоненькие. Также меленько рубим. Берем два добротных зубчика чеснока. В этот раз мы будем использовать пресс для чеснока. И смешиваем сюда майонез. Три столовые ложки. И одну столовую ложку сметаны. Немножко подсолим. И, конечно же, свежемолотого перчика. Прекрасно. Оставляем настаиваться. Наши ребрышки почти готовы. Я предлагаю сделать сейчас обмазку для них, которая придаст им больше вкуса, больше аромата и немного пикантности. Для этого мы возьмем перец чили. Давайте возьмем красный и зелененький. Возьмем ступку для того, чтобы все это растолочь. Соевый соус. Чесночок. Лайм. Итак, берем чили. Буквально пять красных колечек. И немножко зелененьких. Убираем эту ступку. Добавляем сюда же два зубчика чеснока. Добавляем немного лайма. Можно срезать вот эту мякоти туда. Будет очень вкусно. И начинаем все это дело разминать. Теперь мы все это размяли, перемешали. Перекладываем это в пиалку. Добавляем сюда пару столовых ложек соевого соуса. Даже давайте три пусть будет. Чайную ложку горчицы. Одну полную ложку столовую меда. Все это дело перемешиваем. Глазировка для наших ребрышек готова. Как раз мы их можем доставать. Лишнюю фольгу оборвем. Но все убирать не будем, чтобы наши соки от ребер не вытекли нам в противень. Перевернули. А теперь нам нужно взять кисточку и сделать глазуровку для наших ребрышек. Берем и просто смазываем их сверху. Как можно более жирным слоем. Чем больше меда вы добавите, тем гуще будет ваш соус. Переключаем на верхний гриль. Ставим 200 градусов. Можно с конвекцией, можно без конвекции. У кого как плита может. У меня есть конвекция, поэтому я включаю. В общем ставим на самый верх. На верхние салазки, полоски, как угодно их назовите. В общем ставим как можно ближе к грилю. И ждем буквально минут 10. Прошло 10 минут. Давайте вытащим наши ребрышки и смажем их остатками соуса. Чтобы они были совсем вкусные. Они так, конечно, будут вкусные, но так будут и еще вкуснее. Все, еще буквально 5 минут. Наши ребрышки готовы. Так, прошло 5 минут. Наши ребрышки уже точно абсолютно готовы. Можем их доставать. Такое чудо у нас получилось. Ребрышки достали и теперь делаем корочку для корюшки. Убираем в духовой шкаф корюшку. Оставляем те же режимы 200 градусов. Верхний гриль с конвекцией. Буквально 10 минут и корочка будет готова. Следом за ребрышками готова и наша корюшка. Для того, чтобы получилась аппетитная золотая корочка, нам понадобилось 7 минут. Итак, из нашего сета нам осталось только лишь обжарить кальмары. Для этого в сковородку мы наливаем растительное масло, разогреваем его и добавляем наши кальмары. Жарятся они будут буквально 2-3 минутки. Нам осталось приготовить только лишь сырный соус. Мы его уже готовили в предыдущем видео. Рецепт называется Mac and Cheese. Кто не смотрел, вот здесь будет ссылочка. Переходите, смотрите. Кто не смотрел, сейчас мы еще раз покажем, как он готовится. Включаем плиту. Для приготовления соуса нам понадобится небольшая кастрюлька или сотейник, ковшик, неважно, у кого что есть. Така мелко, рубим его. Чеснок не обязателен, просто я и все мои друзья любят, чтобы чеснок присутствовал в нем. Топим масло. Также нам понадобится обычная мука, буквально пол столовой ложки. Масло расплавилось и подзакипело. Сейчас мы чуть-чуть убавим огонь. Добавляем чеснок и пока он не сгорел, добавляем половинку столовой ложки муки. И начинаем перемешивать, чтобы у нас не образовались комочки. Сейчас мы добавляем обычное молоко, можно добавить сливки и перемешиваем. Ждем, когда чуть-чуть подзагустеет. Сейчас можно немножко подсолить. Можно чуть-чуть подсерчить. Вот наша база загустела. Выключаем огонь. И добавляем сюда 200 грамм тертого сыра. У меня он уже сразу тертый. Вы можете добавить любой, какой вам больше по вкусу. Добавляем сыр и начинаем вмешивать, чтобы наш соус был однородной массы. Вуаля! Наш сырный соус готов. Все наши блюда к пенной вечеринке готовы. И нам осталось только лишь накрыть стол. Чем мы сейчас и займемся. Соуса разливаем по пиалочкам. Сырный тартар, сливочно-чесночный, с зеленью, с укропчиком, греночки. Ну что, друзья, два с половиной часа работы. Кропотливый, старательный. Но, тем не менее, знаем ради чего. И наш пенный сет готов. Я думаю, что друзья, которые придут сегодня в гости, останутся довольны и сыты. Чего и вам желаем. Обязательно попробуйте, удивляйте своих друзей, готовьте. И помните, сложно готовить просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!